Альманаха Трамандан Название «Свежий ветер» «Подрить» приносит струю обновления. Целью этого художественного издания, как задумал ее основатель Вячеслав Вячеславович Будзинский, объединить творческие силы города и района, выявить новые дарования, привлечь и заинтересовать читателя. И сегодня на презентацию собрались авторы журнала «Взрослые дети», жители города и района. Творческая интеллигенция, наши гости, люди неравнодушные к литературе, живописи, музыке. Авторы Трамандара сегодня познакомят вас с своими произведениями. А нашими сегодняшними помощниками будут представители школы эстетического воспитания, районного Дома культуры и Дома творчества. Итак, мы начинаем нашу презентацию. Из слова предоставляется редактору «Альмонаха» Ирине Виляевой. Аплодисменты. Добрый день, друзья. Один из наших авторов, киевлянка Алла Потапова, сказала, «Талант каждого человека должен быть востребован обществом, если оно хочет процветать и развиваться. Неталантливых людей в мире не существует вообще. Наш край особенно ими богат. На этот факт еще четверть века назад обратил внимание Вячеслав Вячеславович Будзинский, основатель клуба любителей поэзии «Весы». Встречайте, принимайте, поддерживайте наших авторов, ведь это ваши друзья, знакомые, одноклассники, коллеги, соседи. Это ваши мужья и жены, дети и внуки. И они поделятся сегодня своим самым сокровенным, приоткроют тайники своей души. Итак, геничане, на нашей улице сегодня праздник, и мы начинаем его. Итак, мы начинаем наше знакомство. Юрий, мы даем вам слово, пожалуйста. Семейный круг, встреча в семейном кругу с Катьяной Васильевной Бривничкиной были созданы три года назад. Изначально их идея проведения заключалась в том, чтобы делиться именно своими авторскими песнями, но постепенно, как мы знаем, у нас, как уже отмечалось, много талантливых людей, круг стал расширяться, и все больше и больше было желающих бороться своими стихотворениями, песнями, музыкой, которую они сами сочиняют и исполняют. И сегодня мы поздравляем всех с таким знаменательным событием, с выпуском очередного альманаха. Травантан, как мы знаем, это ветер. И от творческого круга, от семейного круга мы желаем вам... Без Петра бывает жизнь не разная, но мы всем присутствующим ее акторам желаем только попутного ветра, такого, который бы помогал исполнять все желания ваши. И об этом, собственно, песня, которую мы хотим вам подарить с Татьяной Васильевной. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Толь чей-то из журнала, понравившийся стих. Толь ветер свежий, крепкий, что веет над озором, Толь чей-то из журнала, понравившийся стих. Сегодня романда наш под сердцем представляет, Ты, будущие читатели, душою поделись. Наш альманам, как прежде, друзей своих встречает, Так здорово, что все мы здесь активно собрались. Наш альманам, как прежде, друзей своих встречает, Так здорово, что все мы здесь активно собрались. Художники и поэты, все творческие люди, Все детям так богато, без приазовский край. Скорей свои шедевры сюда вы приносите, И вам откроют двери все к успеху романда. Скорей свои шедевры сюда вы приносите, И вам откроют двери все к успеху романда. А клуб весы поддержит и стреляет нас в монтаже, Чтоб от други жизни не растерялось мысль. И кто-то вновь пришедший тихонько в зале скажет, Как здорово, что все мы здесь для взлета собрались. И кто-то вновь пришедший тихонько в зале скажет, Как здорово, что все мы здесь для взлета собрались. Мы вспомним вас, ушедших и озаривших кружек, Звездой на небосходе мы ярко пронеслись. Задуманное вами мы будем петь и слушать, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Задуманное вами мы будем петь и слушать, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Наш трамотан сегодня в руках мы держим снова, Но это за все годы лишь только номер пять. Воспонсоры здесь вспомним сердечным добрым словом, Надеясь, что вы будете и впредь нам помогать. Наш трамотан сегодня в руках мы держим снова, Зеленый, вышиванки, красив, с собой хорош. Листать его страницы мы целый день готовы, Какая не откроется в каланды попалешь. Листать его страницы мы целый день готовы, Какая не откроется в таланты попалешь. Николай Штеневой успел запомниться геничанам, Как талантливый пианист, Выступавший с оркестром Херсонской филармонии На подмостках генической школы эстетического воспитания. А сейчас он известен как корреспондент газеты «Приазовская правда», Отвечающийся особенным стилем, Умением общаться с героями своих очерков. Он любит музыку и поэтическое слово. На страницах альманаха Представил как автор стихотворений. А сейчас еще одна грань его творческой натуры. Объявите, пожалуйста, Николай свой номер. Песня про матер. Слова Бориса Олиника. Доконуется капельно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Росія людям Лита своя литка жито. Прибрала планету, Постлала стежка споршу. Звучит музыка. Куди ж ви, бабусю, вонуки біжать до рід? А я ж недалечко, де сонце лягає, спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене роздіть. Та як живе з вас ми, та що ж ви намислили, мамо? А хто ж нас, бабусю, у сон поледе по казках? А я вам лишаю всі радуи за журавлями. І срібло на травах, і золото на колузках. Не треба нам рай і дух, не треба нам срібла і злота. Аби тільки ви нас встрічали завжди край волік. Та ми ж переробим усь цю вашу вічну роботу. Залиштесь, матусю, навік і лишайтесь неї діть. Вона посміхнулася, красива і сива, як доля. Махнула рукою, злетіли овесь рушники. Залишайтесь, щасливі, і стало замисленим полем На цілу планету, на всі покоління і ріки. Залишайтесь, щасливі, і стало замисленим полем На цілу планету, на всі покоління і ріки. Залишайтесь, щасливі. Залишайтесь, щасливі, і старші родини пишуть своїм внукам. Це величай радість і відповідальність. Самі маститі поэты посадять своїй строкі діхів. Імя владіця Сызміна не нуждається в рекламі. І хорошо известна генечанам. Стихи пишуть з шкільного возраста. Мярський, завершивний віюк, він выпустив три поїтических сборника. Один із них посвіщен детській тематике. Я прочитаю стихотворення для дітей. До шкільного і младшого шкільного возраста. Ну, первое називається «Добре утро». Ласкай веється в дворах. Мярський, злочий, злочий, дожди кончился вчора, нет і більше туч. Встань, умойся, светочка, зубки почисться, жаворонок зв'язочкой. Слухай, ка кричисть. Дорогі секретарі, я не маленький, не ваще. Маленький архітектор. Виставить сердце, мазок за мазком, Каждый художник мечтает тайком. Буду так строить огромнейший дом, Радость і счастье поселяться в ньому. Розовий іний. Розовий іний на кустики том. Рядом поставив розовий дом. Что же такое светлі ветер цветет? Светлі мысли у всіх, хто пройдет. Аплакси. Тра-та-тушки, тра-та-та. Ой, какая красота. Я уже не плачу, я пришла на дачу. Стану деду помогать. Буду ягоды избирать. І тут же на дачі можна встретить на огороде бездомного котика. Как без мамы, как без папы. А котенок жил один. Крепуганный когда-то, весь взъерошенный ходил. Горько плакал и мяукал. Сердце рвалось от тоски. Он вскочил ко мне на руки. Сеял сосиску. И затих. Я его теперь не брошу. Жить бездомным нелегко. Мурчик умный кот. Хороший. Очень любит. Молоко. А молоко. Есть коза у тети Валя. Много молока. Едва ли. Любят дети молоко. Чёрный запахавшийся язык. Выпал. Дёрнулся проворно. И слезал у эха лик. Нет лица теперь у эха. Не узнать его портрет. Крючок спросил со сныфок. Что же завтра на обед? Ещё два небольших. Муха. Вот в правое ухо ударила муха. Жужжи прожужжала. И тут же пропала. А мне показалось. Текаешь жук с дороги. Ходить не умеешь. Хоть длинные ноги. Есть острое жало. До времени мало. Ну и последнее. Русский шик. Дальчик прослышит. Поэт в кавычках. Стихи писать собрался пёс. Вильнув хвостом. Прокрался в зал. В глазах блестел. Простой вопрос. Скажи-ка. Ручку. Где достал? Спасибо. Я хочу побажать всім творчим людям, які сьогодні в нас на цій зутичі, яка була душевно прекрасна зутича, люди, які пишуть пищі, які співають пісні, які їх створюють пісні. Нехай Зозуліна поє кожному із вас ще багато-багато творчих лід, щоби ще не один раз друкувалися в наших подарочих випусках про Монтану, радували наших читачів, своїм щирим, чи то російським, чи то українським, словно, звідси немає, але щоб було слово, почуття, яке будуть найкращі перебування душі кожного із нас. Тож хай Зозуля напиє кожному із вас щастя і творчого довголіття. І пісня якусь написав автор творчого об'єднання, народного, творчого об'єднання ветерана районного об'єднання культури Макола Рябков так і називається «Кує Зозуля». Гайна кує вам всім щастя! АПЛОДИСМЕНТЫ Звіває пісні на калині про рівну хату, про рівну хату, мактівську хату і матусю про нашу мову, слово і рух, і про лелеку дітуся. Зозуля поє, Зозуля поє, бує Зозуля на Бодолі, пісні співає, пісні співає, співає українську долю, усім бажає, усім бажає, бажає краще світі жити, любити землю іроднину іродний, іродненько, У країну, діо putine зелі, іродненько, іродний, У країну, будити зелі, іродненько, іродний, Аплодисменты 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 Трава моя, трава, трава селеная. Я по той парамке ходила гуляла, Да не нахожусь я. Того верно люблю, Данина, люблюсь я. О enormously г pixelей, Трава моей девы молодою. По двору ходила гоника помила Коня Воронова, милого Своёва Дамо родного, милого Саёва Слушай, ты, мой милый, где давно приехал Слушай, ты, мой милый, где давно приехал Где давно приехал, опять уезжаешь За ночи, мой милый, ночью с тобою Ну что же за ночью я, будь венератора Ну что ж за ночью я, будь венератора Буди венератора, шо бьера труда Чтоб уйти, шоксати, шоколей и пирмалей Драма моя, драма, драма зеленая, Я по тыс-по травки ходила гуляла, Я по тыс-по травки ходила гуляла. Спасибо большое, настоящий подарок к концу нашего праздника. Итак, мы перевернули последнюю страничку «Альманаха Трамонтан». Хочется пожелать этому изданию легкого плавания гаваням своих читателей, а нашим авторам молодости в душе, творческого вдохновения, новых интересных сюжетов, ритм, форм, образов. До новых встреч!